Юрий Викторович Акчинников, антигипертонзивная терапия у больных с ЭБС в сочетании с артериальной гипертонией. Пожалуйста. Так, Юрий Викторович. Не вижу. Вот Юрий Викторович в эфир. Все, я выключаюсь, я вам передаю слово. Добрый вечер, глубоко уважаю, Павел Андреевич. Добрый вечер, глубоко уважаемые коллеги. Когда Александр Леонидович Мясников, принимая экзамен у курсантов в Военно-морской медицинской академии, спросил у одного из курсантов, как связана артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца, последовал ответ морским узлом. И вот этот узел мы, к сожалению, до сих пор не можем развязать. Ишемическая болезнь сердца стоит на первом месте среди 10 ведущих причин смерти в мире. Она поражает 5% взрослого населения старше 40 лет в основных странах, преимущественно развитых странах мира. В России диагноз ишемической болезни сердца имеет более 7 миллионов человек. Причем распространенность ишемической болезни возрастает с возрастом, и она составляет около 35-40% в возрасте от 40 до 60 лет, и более 70% в возрасте старше 60 лет. И распространенность среди взрослого населения, всего населения, она составляет практически 25%. Артериальная гипертензия у пациентов с ишемической болезнью сердца встречается более чем в 80% случаев. Это результаты регистра РИЧ. В исследовании Интерхад также было показано, что в общей популяции примерно 20% риска инфаркта миокарда обусловлены артериальной гипертензией. И причем это было характерно как для мужчин, так и для женщин всех возрастов во всех регионах мира. Отмечается высокая распространенность артериальной гипертензии, которая сопровождается увеличенной частотой сердечных сокращений. Если в России ежегодно от артериальной гипертензии ее последствия умирает свыше полутора миллионов человек, то по данным ВОЗ гипертония на всем земном шале встречается у 1,3 населения. Колоссальные цифры. Причем 40% гипертоников это люди в возрасте до 50 лет. И более чем у 60% пациентов с артериальной гипертензией отмечается увеличение частоты сердечных сокращений в более 70 ударов в минуту. А у 30% больных с артериальной гипертензией ЧСС превышает 80 ударов в минуту. При этом повышенная ЧСС является фактором риска сердечно-сосудистых осложнений. Она связана с риском сердечно-сосудистых осложнений, с риском смертности в общей популяции, а также у пациентов с артериальной гипертензией, с сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью. При этом при увеличении ЧСС на 10 ударов в минуту смертность возрастает от сердечно-сосудистых заболеваний на 23% и отмечается увеличение смертности от всех причин на 27%. Достаточно много было проведено когортных исследований, клинических испытаний, которые показывали связь ЧСС в состоянии покоя с неблагоприятными исходами при предгипертензии или артериальной гипертензии. Это такие исследования, как Арик, Френч Стадия, Сист Евр, Гласку Клиник, Лайф, Вэлью и Купер Клиник, а также ряд еще других. Помимо всего прочего, наблюдается связь частоты сердечных сокращений с риском развития сердечных осложнений и поражения органов мишени на фоне артериальной гипертензии. Так, в положении второго консенсуса по введению больных с артериальной гипертонией с повышенной частотой сердечных сокращений одобрено Европейским обществом по артериальной гипертензии. И было установлено, что частота сердечных сокращений в покое является важным предиктором сердечно-сосудистых осложнений. ЧСС на фоне лечения имеет большее прогностическое значение, чем исходное ЧСС. ЧСС при амбулаторном мониторировании более значим для оценки риска сердечно-сосудистых осложнений, в отличие от офисной изменения. Очень серьезное влияние имеет частота сердечных сокращений в ночные часы. Она имеет большее значение в сравнении со среднесуточной ЧСС в отношении риска сердечно-сосудистых осложнений и смертности, а также ассоциируется с поражением органов мишени при артериальной гипертензии. Показатели частоты сердечных сокращений выше 70 ударов в минуту имеют прогностическую ценность. Они повышают риск уступления ишемических явлений, таких как инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, нестабильность атеросклеротической бряшки, различные нарушения ритма сердца, эндотелиальная дисфункция и наличие окислительного стресса. В исследовании, которое было проведено в Китае, Южной Корее, Вьетнаме, продолжающиеся 3 года 9 месяцев, и с числом пациентов 866 человек, было изучено исследование негативных влияний частоты сердечных сокращений в покое больше 70 ударов в минуту. И при этом было выявлено, что частота сердечных сокращений является одним из главных факторов в патогенезе стабильной стенокардии. Почему? Потому что, прежде всего, ЧСС является одной из главных детерминант потребления миокарда кислородом. Снижается ЧСС, снижается потребность миокарда в кислороде. И также тесно связано с продолжительностью диастова. Чем выше тахикардия, тем меньше период диастова, и, соответственно, меньше оставляется кислорода. В другом исследовании, Beautiful, оценивалась частота пульса как прогностический фактор риска у больницы и шимической болезни и диастолической дисфункции левого желудочка. И было показано, что ЧСС в покое выше 70 ударов в минуту была связана с увеличением риска по всем оцениваемым результатам, таким как сердечно-сосудистая смертность, госпитализация по поводу сердечной недостаточности, госпитализация по поводу инфаркта миокарда и коронарной ревоскуляризации. Еще в 1980 году в исследовании Chicago Western Electric Company, где было исследовано 1900 мужчин в возрасте от 40 до 55 лет, было показано, что с ЧСС происходит рост показателей смертности у лиц с ишемической болезненной сердцем, а также от внезапной смерти при ишемической болезни сердца. И, соответственно, повышенная ЧСС является фактором риска внезапной смерти у пациентов с ишемической болезнью сердца. Она приводит к повышению смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 34%, госпитализация по поводу сердечной недостаточности на 53%, госпитализация связанная с инфарктом миокарда на 46%, госпитализация связанная с коронарной ревоскуляризацией на 38%, и при этом при каждом увеличении ЧСС на 5 ударов в минуту происходит повышение показателей смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 8%, госпитализация по поводу сердечной недостаточности на 16%, госпитализация связанная с инфарктом миокарда на 7%, и госпитализация связанная с коронарной ревоскуляризацией также на 8%. Помимо всего прочего, повышенная ЧСС оказывает негативное влияние на сосудистую стенку и на миокард. На фоне ЧСС, увеличенная ЧСС, возрастает растяжение стенки сосудов, на этом фоне происходит рост гладкомышечных клеток, увеличивается синтез коллагена в сосудистой стенке. Это, в свою очередь, приводит к развитию атеросклеротического процесса и повышению сосудистой жесткости, как одного из факторов риска в сердечно-сосудистых осложнениях. И это все приводит к повышенной вероятности возникновения эрозии и разрыва атеротоматической бляшки. Когда мы говорим про ишемическую болезнь сердца, когда сразу возникает вопрос, чем лечить этих пациентов. И, конечно, желательно держать такие препараты, которые бы взаимодействовали, одновременно влияя и на артериальную гипертензию, и на ишемическую болезнь сердца. В частности, в исследовании Евро-Аспира-2 было выявлено, что, причем это исследование достаточно представительное, 5540 пациентов было включено, было выявлено, что высокая распространенность неконравимой артериальной гипертензии у больных, которые перенесли ревоскулилизацию миокарда, ишемическую болезнь сердца или инфаркт миокарда. При этом 87% всех пациентов получали антигипертензивную терапию. Но, несмотря на это, лишь у 51% пациентов давление оставалось выше целевозначения. Причем ишемическая болезнь сердца достаточно широко распространена среди пациентов с артериальной гипертензией, что было показано еще в последних ОУП в начале века. Бета-адреноблокаторы являются основным лекарственным средством в лечении пациентов с ишемической болезнью. Их применение приводит к снижению симпатического тонуса. Оно влияет в важную роль в лечении пациентов с артериальной гипертензией и контролем сердечного ритма. Они полезны в том числе и для женщин, которые планируют беременность при наличии стенокардии, постмиокардиального инфаркта и в качестве альтернативы ингибитору ангиотензим, превращающих ферментов. Действия бета-блокаторов обусловлены снижением потребления миокардным кислородом и удлинением диастола, вызванным уменьшением частоты сердечных сокращений. Причем доказано, показано, что селективные бета-адреноблокаторы являются наиболее безопасными среди всех бета-блокаторов. Они более предпочтительны у пациентов с абстрактивным заболеванием легких. Они оказывают минимальное действие в отношении липидного обмена. Они оказывают минимальное действие в отношении углеводного обмена. Причем их характеризуют даже как препараты с метаболической нейтральностью и даже рекомендуют использовать у пациентов с сахарным диабетом. Все прекрасно знают, что неселективные бета-блокаторы, такие как Атанолол, другие препараты, они противопоказаны у пациентов с сахарным диабетом, потому что могут ухудшать клинику. А данные препараты, они наоборот, являются более предпочтительными, так как они не изменяют уровень глюкозы в крови у больных с сахарным диабетом и не требуются коррекции дозы гипогликемических препаратов. Эти же подтверждения были в исследовании, которое провели Янка и соавторы, исследования еще в конце прошлого века, в 1986 году. И они также показали в этом исследовании, что бисопровол не влиял на углеводный и гипидный обмен. Помимо всего прочего, бисопровол, это как один из наиболее изученных кардиоселективных бета-блокаторов, является наиболее предпочтительным препаратом для пожилых пациентов, так как он не влияет и на кардиостимулирующие, и на сосудорасширяющие эффекты других препаратов. Эти препараты не влияют на взаимодействие с другими лекарственными препаратами, то есть не тормозят кардиостимулирующие действия сердечных гликозидов, теофилина, ионов кальция и не влияют на сосудорасширяющий эффект ацетилхолина. Бисопровол является достаточно эффективным в лечении пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца и с хронической сердечной недостаточностью. На фоне лечения бисопроволом происходит снижение частоты сердечного сокращения, кардиоторакального ритма, конечного диастолического, систолического и диастолического объема левого желудочка и уровень цириоактивного белка, а также происходит увеличение фракции выброса левого желудочка, что было показано в исследовании японских авторов, где проводилось исследование сравнения бисопроволого с кроведевым. И в результате этого исследования было показано, что бисопровол достоверно чаще, с большей выраженностью снижает, уменьшает кардиоторакальный индекс, снижает конечный диастолический, конечный диастолический объем. И также высокочувствительный цириоактивный белок на фоне бисопровола оказался значительно меньше, чем в группе кардиоторакального, то есть более выраженное влияние на ЦРБ. Помимо всего прочего, в исследовании, это уже другое исследование, в котором было 147 пациентов, на фоне бисопроволого было показано, что при употреблении бисопроволого происходит достаточно эффективное лечение пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца и с хронической сердечной недостаточностью. Происходило статистически значимое снижение частоты еженедельных приступов стенокардии, возросла переносимость физической нагрузки, и произошло статистически значимое уменьшение выраженности депрессии сегмента СТ при пиковой нагрузке, что представлено на данном графике. При использовании бета-блокаторов у пациентов с диабетом и ишемической болезнью сердца происходило снижение смертности от всех причин среди лиц с инфарктом миокарда и застойной сердечной недостаточностью. Это также исследование японских авторов, это многоцентровое международное рандомизированное клиническое исследование. И в результате этого было показано, что смертность от всех причин среди пациентов с инфарктом миокарда и среди лиц недостаточностью со сниженной фракцией выброса была ниже среди тех, кто получал бета-блокаторы по сравнению с теми, кто их не принимал. Достаточно много работ о том, что селективные бета-блокаторы не оказывают отрицательного влияния на дыхательную систему. При патологии дыхательной системы, такие как хроническая абстрактивная болезнь сердца и другие состояния. Есть даже несколько работ, в которых указывают, что на фоне приема и бисофролова даже улучшаются функции легких. Но в данной ситуации, наверное, все-таки лучше говорить о том, что по крайней мере, они инертны в данной ситуации. Почему? Потому что любые селективные препараты при увеличении дозы могут все-таки оказывать уже неселективный эффект, то есть могут приходить в рух и спазм. Но из всех препаратов с бета-блокатором для бисофролова как раз и есть преимущество среди пациентов с хронической абстрактивной болезнью легких. И, конечно, достаточно больной вопрос для всех мужчин, которым рекомендуют назначение бета-блокаторов, потому что все наслышаны о том, что вроде бы как эти препараты отрицательно влияют на эректильную функцию. Но достаточно серьезное исследование было произведено в Соединенных Штатах Америки, и было показано, что эректильная функция, дисфункция, скорее всего, носит больше всего психогенный характер и обусловив сторонними причинами. И следует отметить, что по большому счету все гипотензивные препараты уменьшают эректильную функцию за счет снижения артериального давления. Но, как правило, это улучшение коротковременно, а при стабильном контроле артериального давления ситуация как правильно стабилизируется и выправляется со стороны эректильной функции. А регулярный прием бета-блокаторов, как правило, назначается лицам старше 50 лет, у которых и так, скажем так, эректильная дисфункция развивается независимо от приема лекарственных препаратов. У людей старше 60 лет при наличии уже атеросклеротических изменений в сосудах любое снижение давления может, конечно, приводить к снижению притока к половым органам мужчин. Но еще раз повторяю, что по данным управления по контролю пищевых продуктов и лекарств в Соединенных Штатах при приеме высокоселективного бета-блокатора бисопровола только в 26 сотых случаях 1% имели сексуальную дисфункцию. И, конечно, хотелось бы отметить то, что бисопровол является амфофильным бета-блокатором. Амфофильный – это значит, он растворяется и в жирах, и в воде. И это ему приносит дополнительные преимущества. Он незначительно проникает через гематоэнцефалический барьер, он хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте, у него высокая биодоступность, и он имеет два равноценных пути реминации. Это печеночный метаболизм и почечная экскреция. И хотелось бы отметить, что когда мы говорим про полиморбидную патологию, которая сейчас является трендом современной медицины, то следует говорить о приверженности к терапии. Когда имеется сопутствующая патология, требуется дополнительное значение лекарственных препаратов. И когда мы назначаем комбинацию препаратов, то следует иметь в виду, что комбинация двух препаратов в пять раз более эффективна, чем удвоение дозы одного препарата. При увеличении дозы любого препарата возрастают риски дополнительных побочных эффектов лекарственных препаратов при небольшом повышении эффективности самого препарата. Поэтому, добавляя другой препарат, мы, конечно, компенсируем негативные эффекты каждого из этих препаратов и увеличиваем синергизм этих препаратов. В чем преимущество фиксированной комбинации? То есть не просто назначение двух препаратов, а когда мы в одной таблетке имеем две молекулы. Это прежде всего простота назначения. Одна таблетка один раз в день, как правило, простота тетрования. То есть мы таким образом повышаем приверживость пациента к лечению. Отмечается потенциирование эффектов за счет сочетания препаратов с разными механизмами действия. Как бы ни странно это звучало, но когда мы назначаем отдельно, например, бета-блокатор и антагонист кальция в двух разных таблетках, то происходят отеки, как правило, на нижней конечности. Когда идет фиксированная комбинация, при одновременном сочетании бета-блокаторов антагонист кальция, почему-то этот отек у нас не возникает. И этому есть достаточно, скажем так, надежное объяснение. Помимо всего прочего, происходит ослабление побочных эффектов благодаря взаимной нейтрализации нежелательных эффектов. При этом снижается стоимость лечения, исключается возможность нерациональной комбинации, отмечается наиболее эффективная органопротекция и уменьшается риск развития речи сосудистых осложнений. И также отмечается гораздо большее число лиц, которые отвечают на назначенную терапию. Имеются, конечно, недостатки фиксированной комбинации. Это то, что данные комбинации могут ограничить возможности врача и иногда бывают трудности в определении нежелательных явлений, с чем это было связано. Но достаточно хорошая и объемное исследование было проведено, в которое включало 10 430 пациентов с артериальной гипертензией старше 18 лет. И они получали лечение фиксированной комбинацией бисопрового и амблодипина на протяжении 6 месяцев. В это исследование были включены 4 группы. Это пациенты без сопутствующих заболеваний, только артериальная гипертензия. Артериальная гипертензия с сахарным диабетом 2 типа, в сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И 4 группа – это пациенты с артериальной гипертензией с сахарным диабетом 2 типа и с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И в результате этого исследования было показано, что фиксированная комбинация бисопроволы и амлодипина у лиц с артериальной гипертензией показала значительное снижение артериального давления до значений ниже целевых значений, независимо от сопутствующей патологии. На данной таблице все эти значения показаны, что было до назначения и через 6 месяцев после приема фиксированной комбинации этих препаратов. И было доказано, что через 6 месяцев в отношении приверженности оценку «хорошо» или «отлично» выставили более 95% по всем группам, а среднее социалистическое давление снизилось более чем на 10% во всех группах. При этом произошло существенное снижение доли пациентов с уровнем артериального давления меньше 140 и 90 мм рт. ст. во всех исследованных группах. И при этом отмечалось также и снижение пульсового давления. И были сделаны выводы, что переход от свободной к фиксированной комбинации препаратов бисепроволы и амлодипина способствует формированию очень хорошей приверженности к лечению среди пациентов. Отмечается значительное снижение ранее повышенного значения давления в большинстве случаев, независимо от сопутствующей патологии. И это указывает на снижение риска наступления фатальных событий. В другом исследовании, это менее объемное, масштабное, которое включало всего лишь 30 пациентов, изучалось влияние фиксированной комбинации бисепроволы и амлодипина на пациентов с артериальной гипертензией и метаболическими нарушениями. И также было показано, что на фоне приема препаратов не было влияния на углеводный обмен. Отмечался хороший антигипертензийный эффект у этих препаратов, причем отмечалось снижение значения артериального давления до целевых значений у 88% всех пациентов. Отмечалось значимое улучшение показателей сучного мониторирования артериального давления, такие показатели, как индекс времени, вариабельность артериального давления. Было показано улучшение показателей углеводного обмена в виде снижения постпрандиального уровня глюкозы. Отмечалось снижение ригидности артериальной стенки по определению скорости пульсовой волны. Отмечалась хорошая переносимость препарата, при этом нежелательных явлений отмечалось всего лишь 2,8%. И высокая приверженность к терапии. Также 98% всех пациентов отзывались об этом препарате как желательный, то есть который его используют в последневной практике. В другом исследовании, которое включало в себя 61 больного и также продолжалось наблюдение в течение 12 недель, были также показаны сходные результаты, то есть было достигнуто целевое снижение уровня давления у 96,7% пациентов, достоверное улучшение всех параметров суточного мониторирования артериального давления и нормализация суточного профиля давления у 73% всех случаев. И достоверное улучшение пациентов с нормальным суточным профилем, то есть переход из типа суточного профиля, но он дипер, к типу дипер. Помимо этого, было у пациентов достигнута позитивная динамика параметров, характеризующих жесткость сосудистой стенки и центральное артериальное давление. И отмечалось уменьшение часто приступов стенокардии и отсутствие нежелательных явлений за время наблюдения. При этом эффективность и безопасность использования комбинации, фиксированной комбинации оказалась более выровенью в сравнении со свободной комбинацией бета-блокатора и антагониста кальция. При этом отмечается, что заметно лучше был антигипертензийный эффект, антиишемический, базопротективный эффект. И все это позволяет расценить, что снижается риск развития кардиоваскулярных осложнений. В другом исследовании, где уже пациентов было 100 человек, а длинность наблюдения 4 недели, отмечалось, что фиксированная комбинация бисопроводовая амлодипина у пациентов с артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца достоверно снижало давление до целевого уровня в 90%, диастолическое в 97%. Также достоверно уменьшение ЧСС, эпизоды депрессии сегмента СТ, отмечалась приверженность больных терапии в 2,2 раза. Эффективность терапии была хорошей и очень хорошей по мнению врачей в 91%, а по мнению самих пациентов в 95% случаев. То есть отмечается хорошая переносимость данного препарата. И в свете коронавирусной инфекции хотелось бы еще отметить, что у фиксированной комбинации бисопроводовая амлодипина имеется дополнительный антиковидный механизм действия. Я об этом механизме уже на прошлом заседании нашей школы отмечал. Бисопровод и амлодипин препятствуют проникновению вируса в клетки. Бисопровод за счет действия на инфломасомы, а амлодипин за счет ингибирования ионов кальция, которые необходимы для проникновения вируса в клетки хозяина. И при этом отмечается действительно синергизм данных препаратов в одной таблетке. И очень отрадно, что имеются препараты с фиксированными дозами. В частности, хотел бы отметить, есть препараты конкор АМ, в котором две молекулы, то есть бисопровод и амлодипин. И в то же время имеется достаточно большой выбор в дозировках этих препаратов. Это дозировки 5 плюс 5, 5 плюс 10, 10 плюс 5 и 10 плюс 10. То есть это практически очень облегчает и участь докторов по назначению этих препаратов, и пациентов, потому что достаточно легко подобрать необходимую дозу для приема одной таблетки один раз в сутки, что, конечно же, резко увеличивает приверженность к лечению этих пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Отмечается высокая приверженность, я уже говорил, до 98%. При этом достаточно высокий профиль безопасности, то есть 0,7% лиц, которые имели нежелательные явления на фоне приема данной фиксированной комбинации. Доклад закончен, готов выслушать ваши вопросы. Спасибо. Ну, тут вопросы появились, небольшое их количество. Я, во-первых, хочу отметить, что мы пресекли разрушительную деятельность психиатров, которые просто решили тут устроить дискуссию в чате. Но все-таки у нас здесь лекции разные идут, не только психиатрического профиля. Я еще раз повторюсь, если у вас есть такое желание дискутировать, пожалуйста, давайте устроим дискуссию, круглый столб. Мы предоставим площадку, благо она у нас работает, поэтому никаких проблем нет. Чем лечить ИБС с брадикардией? Еще раз, Павел Андреевич, прослушал вопрос. Чем лечить ИБС с брадикардией? Ну, во-первых, надо определиться, надо ли лечить брадикардию. Если брадикардия до 50 ударов, если нет признаков моргания этим со стокса, то... Не, не, я думаю, что тут вопрос в обратную сторону. Надо ли лечить ИБС? Для лечения ИБС, да, надо, необходимо. Но насколько это ИБС связано с ЧСС? Если же имеется редкий пульс, то здесь бета-блокатор, конечно, не очень показан в этом плане. Есть другие препараты, которые можно будет назначать. А в плане исследований, ну, прежде всего, нельзя исключить, что на фоне ишемической болезни сердца могут развиться и синдромы слабости, и синдромы узла. И не исключаем варианты, что придется ставить кардиостимулятор. И такие ситуации достаточно часто бывают, когда действительно редкий пульс, есть необходимость назначения бета-блокаторов, и тогда мы ставим кардиостимулятор, назначаем бета-блокатор. Ну, я, честно говоря, как соавтор, хочу сказать, что я все-таки не знаю, что такое ИБС. Такой болезни не существует. В МКБ у нас существуют ишемические болезни сердца, которые проявляются. Инфаркт миокарда, станокардия, то есть нозологические формы. Инфаркт миокарда, станокардия. Поэтому, если мы лечим станокардия, это один разговор. Тут вопрос брадикардии и гипоксии, это одна часть. Если мы лечим нарушение ритма, это уже было сказано. То есть вопрос в конкретике, а не вообще в лечении ИБС. Так. Применение бессопролола при АВ-блокаде первой степени возможно снижает ли бета-блокатор ренин? Два вопроса в одном. Ну, применение бета-блокаторов при АВ-блокаде первой степени возможно. Единственное, контроль обязательно за именно степенью блокады. При увеличении степени блокады, то есть когда увеличивается расстояние к пайку, тогда, соответственно, бета-блокаторы желательно отменить или же снизить дозу. Бета-блокаторы, влияя на почечный кровоток, иногда могут влиять на ренин, но сказать так, что они существенно влияют и у них есть такой выраженный эффект, я бы не сказал. То есть мы назначаем бета-блокаторы, а изменение ренина идет опосредованно. Так, если бессопролол назначен для лечения сердечной недостаточности, то верно ли, что важна как можно больше дозировка? Если у пациента склонность к гипотонии, то при каком минимальном систолическом давлении можно принимать бессопролол? Ну, во-первых, то, что при ХСН надо максимально больше дозировку, я бы не согласился. У нас есть и другие препараты для лечения хронической сердечной недостаточности. Но, в частности, из бета-блокаторов уже не селективных применяется корвидилол для лечения хронической сердечной недостаточности. Но в комбинации можно и назначать бессопролол. Другое дело, что дозировка его не следует увеличивать до максимума, как некоторые рекомендуют для ингибиторов АПФ или для ингибиторов аминалкиотензивной системы. Поэтому, когда идет сочетание ишенической болезни с хронической сердечной недостаточности, назначайте бета-блокаторы и плюс добавляйте обязательно ингибитор АПФ. То есть лучше таким образом. То есть меньше побочные эффекты с одной стороны, а с другой стороны более эффективные. То есть синергия обоих препаратов идет. Вторая часть вопроса – склонность к гептонии. При каком минимальном систолическом давлении можно принимать без оправок? Но желательно, конечно, чтобы давление не снижалось ниже 100,60. Конечно, бета-блокаторы нужны, но, опять же, обязательно контроль пульса и давление. Я бы, скажем так, при давлении ниже 100 уже дозу не увеличивал. С пульсом тоже. Здесь, если пульсы реже 55, даже иногда в ночное время до 50, ничего страшного в этом не отмечается, но пульс в пределах 60-70 в минуту должен отмечаться. Тогда есть хороший эффект именно влияния бета-блокаторов у этих пациентов. Так, при высокой ЧСС больше 100 и гептонии, 90-60, какой выбор? Если высокая ЧСС и низкие цифры давления, тогда лучше назначать препараты делатренд. Почему? Потому что, ой, я прошу прощения, караксан, караксан. Караксан, да, я тоже так сижу при себе, а не кардиолог, мне неудобно подсказать. Караксан, он назначается в том числе и при постковидном синдроме. Очень у многих пациентов сохраняется тахикардия, и у них, к сожалению, часто сопутствующая является гептония. И тогда мы уже назначаем не бета-блокатор, а вот именно караксан. Он не влияет на артериальный давление. Ну, тут повторно тот же самый вопрос, чем увеличенное ЧСС и низкое аден. То же самое, да, это. Так, ну хорошо, все, вопросы все исчерпаны. Тогда большое спасибо, поблагодарим. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok